В этом видео мы расскажем о топ-10 самых популярных у россиян кризисных товарах. Исследование компании Nilsson показало, что в число самых популярных у россиян товаров вошли гречка, сахар и туалетная бумага. Аналитиками был изучен спрос покупателей на товары в течение трех недель с 9 по 29 марта текущего года, а данные сравнивали с тем же периодом прошлого года. Первая неделя с 9 по 15 марта стала второй по объему продаж после нового года. На этой неделе начали пустить полки с крупами и макаронами, вырос спрос на консервы. Лидерами продаж стали товары длительного хранения, которые россияне покупают, готовясь к возможному карантину. В топ-10 таких товаров вошли гречка, рис, мука, пельмени, сахар, мясные консервы, макароны, туалетная бумага, мыло и влажные салфетки. Больше всего выросли продажи гречки на 66% к аналогичному периоду прошлого года, риса на 64%, сахара на 56% и мясных консервов на 54%. Среди непродовольственных товаров лидером роста стали влажные салфетки, продажи которых выросли на 54% к уровню прошлого года. Россияне запаслись не только товарами длительного хранения, но и закупали в больших количествах мясо, сыры, алкоголь и яйца. Вторая неделя марта показала, что опасение покупателей, что они будут ограничены в возможности делать покупки, изменил их типичные покупательские привычки. Помимо распространения коронавируса, на это повлияло также резкое падение национальной валюты – рубля. Неделя с 16 по 22 марта установила новый рекорд по объему продаж и превысила даже предновогодние значения. За эти 7 дней марта динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8% против аналогичного периода 2019 года. При этом при средних значениях в 8,9% на начало ажиотажа, то есть до 9 марта. На неделю с 23 по 29 марта в крупнейших родственных сетях темпы роста продаж оказались значительно ниже значений предыдущих недель. Среди наиболее востребованных товаров по-прежнему остаются гречка, макароны и рис, но проявляются и другие тенденции. Закрытием кафе и ресторанов начинает расти до домашнего потребления. Вероятно, что в скором времени растения вызывают покупки скоропортящихся товаров и свежей продукции. А вы поддались всеобщему ажиотажу и тоже стали скупать продукты и средства личной гигиены? Или следуете своему обычному ритму жизни? Беритесь в комментариях, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск.